В польской столице завершился двухдневный саммит НАТО. По его итогам принята декларация, в которой говорится, что Альянс не стремится к конфронтации с Россией. Принятые решения, однако, подразумевают увеличение активности у российских границ. Альянс включил ПРО в свою систему сдерживания наряду с ядерным оружием и выразил намерение, цитата, «пристально следить за ситуацией в Черном, Балтийском и Средиземном морях». Украине, чей президент Порошенко также присутствовал в Варшаве, обещана материальная и практическая помощь. Согласован пакет из 40 пунктов, в основном касающихся оборонного сектора. Вопрос о членстве Украины в НАТО, как было подчеркнуто, не обсуждается. Стоит отметить, что одновременно с саммитом прошли массовые протесты. В центре Варшавы демонстранты с лозунгами «нет НАТО, нет войне, нет гонки вооружений». Митингующие заявили, что не хотят превращения своей страны в американский щит и выразили несогласие с размещением в Польше военных баз НАТО.